23 января в МСЧ 135 специалисты из Смоленского центра крови и врачи из Десногорска провели донорскую акцию. Количество желающих пройти процедуру донации с каждым разом становится все больше. Мероприятия по сбору донорской крови проходят постоянно. В Десногорск мы выезжаем 4-5 раз в год. Вы видите, что народу очень много, очень радует то, что люди приходят повторно. То есть очень много кадровых доноров, очень много почетных доноров. Донорский состав постоянно омолаживается. И всегда мы всех ждем, пожалуйста. Чтобы стать донором, нужно сдать необходимые анализы и получить справку. Документ, подтверждающий право на донацию. Но есть и противопоказания к процедуре. Болеющим респираторными и вирусными инфекциями придется прийти через месяц после полного выздоровления. Кроме этого, за несколько дней перед донацией нужно исключить из рациона жирную, соленую, жареную пищу и алкоголь. Этот день кроводачи обязательно, чтобы он попил дома чай с хлебом, с булочкой, с пряничками, с какими-нибудь. Потому что многие понаслышке говорят, есть пить нельзя, приходят сюда, 4 часа ждут. Процедура донации начинается с осмотра терапевта, где проверяют давление, пульс, вес и общее состояние человека. Лаборанты в это время проводят клинический анализ капиллярной крови. Следующий этап самый важный – сдача материала. Тем временем за дверью процедурного кабинета людей, ожидающих своей очереди, только прибавлялось. Жительница Десногорска Юлия Рудина несколько лет назад увидела объявление о сдаче крови и решила стать донором. Как говорит, поначалу неизвестность пугала, но после консультации у специалистов страх как рукой сняло. У меня только положительные эмоции. Как бы осознавая того, что я делаю доброе дело, оно как бы согревает душу. Помимо хорошего настроения и оздоровления организма, донор также получает и другие привилегии. После кроводач людям полагается два дополнительных дня отдыха, а также денежная компенсация. Однако 90% граждан в Десногорске сдают кровь безвозмездно. Четвертый раз, не знаю, мы с мужем так решили однажды, надо сдать. А сейчас я уже думаю, может, начать сдать как на почетного донора. Вот, как-то спонтанно все. Всего в этот день донорами стали больше ста человек. Десногорск по-прежнему остается одним из ключевых городов, благодаря которому потребность региона в необходимом для жизни материале полностью обеспечена. Олег Соловьев, Ксения Вешкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова